Вы это просто примете, никуда вы от этого не денетесь. Вы это примете, вы можете быть несогласны, но принять это вам придется. Этот человек, чьим именем в наших городах и селах будут названы парки, скверы, улицы, этот человек внес себя в историю нашего народа, в историю нашей борьбы, как борец за нашу свободу, за нашу независимость. Томсо, ты сказал, что покушение на честь женщин в Чечне жесткий зашквар. Так Кадыров и просит вас, Хасан, и тебя, и других, не покушаться на женщин, его семьи. Вы сами затрагиваете и высмеиваете его женщин. Где? Покажите, где мы затрагиваем, как вы говорите, посягаем на честь его женщин. Покажите нам это. Один человек здесь был, который реально посягал на честь его женщин. Открыто это делаю, не скрывал, это был Анзор из Вены. Его больше нет. И я больше не знаю ни одного здесь блогера. Ну, я говорю сейчас про серьезных людей, не про каких-нибудь там дурачков и шутов гороховых. Их я не комментирую. Но ни я, ни Хасан. Хасан я не видел, ни разу не слышал, чтобы он посягал на честь их женщин. Насчет себя я могу точно гарантировать, что я никогда ни на честь матери Кадырова, ни на честь матери того же Иудова никогда не посягал. Даже когда они себе это позволяли в отношении моей матери, я им этим не отвечал. Хотя имею на это право, на самом деле, по исламу, по каким-то международным человеческим понятиям, я могу ему ответить тем же, что тем же оскорблением, которое он нанес мне, я могу ему этим же ответить. Если он сказал, назвал там, ну, задел честь моей матери, я могу также задеть честь его матери, но я этого никогда не делал, не позволял себе. Поэтому предъявите доказательства. Но даже если бы я это сделал, он бы мог просто то же самое сделать в ответ, но он не мог бы похищать моих родственников, абсолютно никак не имеющих к этому отношению людей. То, что надо привлекать внимание иностранных журналистов, так как российским до этого нет дела, хотя вроде Собчак затронул этот вопрос, будет ли она помогать тебе. Ну, здесь я не соглашусь, как раз таки сегодня именно российские журналисты, ну, русскоязычные, скажем так, они, конечно, не российские, государственные, я имею в виду СМИ, но СМИ, которые издаются на русском языке, как раз они в первую очередь и обратили внимание на эту ситуацию, именно они ее осветили и освещают. Отдельный респект я хочу выразить Роману Доброхотову и вообще всей команде издания, интернет-издания The Insider, также Христо Грозеву. Я видел их твиты, мне скидывали, я сам не зарегистрирован в твиттере, поэтому я не наблюдаю за этой социальной сетью, но мне скинули, когда мне скинули вот эти скрины их твитов, я перешел по ссылкам, нашел, почитал, они очень большой вклад внесли и вносят в то, чтобы на эту ситуацию обратили внимание в англоязычном том числе мире. Поэтому не нужно недооценивать российских журналистов, опять-таки уточню, что под российским я подразумеваю не государственную, там машину пропаганды, а те СМИ, которые, может, и не зарегистрированы в России, а некоторые и в России зарегистрированы, но это русскоязычные СМИ, они издаются на русском языке, и в основном работающие в этих СМИ это россияне, так или иначе, имеют гражданство российское. Они в первую очередь обращают на это внимание и создают резонанс вокруг этой темы. Новая газета, Кавказ, Реалии и вообще, в принципе, все редакции Радио Свободы. В общем, многие, кого я сейчас не вспомню, не назвал, тот же телеканал Дождь, Настоящее Время, все они обратили на это внимание. Ну и шведское СВТ, это общественное телевидение, они напечатали про это. Еще шведские СМИ со мной связывались. В общем, журналисты, к счастью, обращаю на это внимание. Возможно, не все, не так много, как нам хотелось бы, но с журналистами я проблем не вижу. Однако, с серьезными политическими международными организациями, вот здесь я проблему вижу. Я считаю, что это то, на что должны были обратить внимание в ООН. В том же Комитете по рамам человека, ООН, в том же Европейском парламенте, в Совете Европы, да, вот там должны были обратить на это внимание. На это должны были обратить внимание государства, их официальные лица, их министры иностранных дел должны были делать какие-то заявления по этому поводу. Призывать Путина, чтобы он как-то приструнил своего губернатора. Губернатор сидит и на весь мир открыто говорит. Чеченец никогда не прощает ООН. Вот когда трогают ООН, затрагивают честь семьи, особенно женщины. И они должны понимать, если они затронули честь моей семьи, матери, сестер, жены, дочерей, я вам клянусь Всевышним Аллахом, да, я этого человека, я пойду на любой суд, под трибунал, я этого человека не оставлю. И они этого должны понимать, да, честь, достоинство, да, семьи нельзя трогать. Меня убивайте, да, я политик, я, да, воин, ну, пусть будет все, да, но честь, да, семьи, да, женщин, дотрагиваться для них, про них говорить, да, он, непозволительно. А они говорят очень многое. Наверное, кто-то, да, не знаю я, наверное, кто-то там из тех людей, которые оскорбили, да, забрали их жен, там, не знаю, шестер, там, то, что они говорят, да, будут делать про наших женщин. Ну, забрали, сделали то же самое, да, что они мечтают, да, вот у них там, когда у них будет возможность убивать нас другое, третий, десятый. Поэтому должны понимать, это война. Они террористы, и те, кто поддерживает терроризм, те, кто не могут управлять своими детьми, да, он, то они должны отвечать. У нас никто не отменял кровной мести, никто не отменял честь, достоинство, и для нас самое святое – это женщина. Поэтому я на все сто процентов согласен, что насчет этого может случиться все, что угодно. Да, он говорит, мы, я, говорит, не знаю, я там спрашивал Росгвардию, ФСБ, МВД, они говорят, что они ничего об этом не знают. Но да, он говорит, я допускаю, что этих людей кто-то похитил и собирается привлечь их к ответственности за то, что эти люди там говорили или делали. То есть он открыто говорит, что это, в принципе, нормально. На это нужно обращать внимание. Тумсо, сейчас посмотрел видео о парке в Турции в честь Джохара Дудаева, сейчас написал петицию президента об установке памятника Джохару в Украине. Нужна будет твоя поддержка, что скажешь? Насчет памятника не поддержу, буду противником, памятники у нас запрещены в исламе. Но я знаю, что и в Киеве, и во Львове есть улицы имени Джохара Дудаева. Если как-то иначе еще будет предложение увековечения памяти Джохара Дудаева в Украине, конечно же, я буду этому очень рад, чем могу, поддержу. Но только не памятник. Название улиц, парков, скверов, площадей, как, например, в Варшаве, здесь я за, я поможет. Почему Эрдоган увековечивает память Дудаева и дружит с Путиным? Почему он дружит с Путиным? Это же лицемерие. Эрдоган не дружит с Путиным. Это не дружба. Это политика. Эрдоган сотрудничает где надо с Путиным, где надо с Байденом. И все лидеры стран так и делают. Они занимаются политикой. Дружба это когда вы ходите друг к другу в гости, пьете чай, вместе там ходите в баню, встречаетесь в ресторанах, пьете там кофе. Вот это вот дружба, когда вы общаетесь, у вас теплые отношения. А когда вы занимаетесь делами, занимаетесь политикой, это не дружба. Я не оправдываю Кадырова, но как можно назвать Басаева героем, если он позволил себе взять заложники из женщин, подобно тому, как Кадыров пленил женщин? По поводу Басаева я скажу, что он совершил ошибки, как, например, захват школы в Беслане. Это величайшее преступление, которое ни в коем случае не оправдываю. Однако Басаев это человек, отдавший свою жизнь за наш народ, за наше государство, за нашу религию. И этот человек является нашим героем. Понимаете вы это, не понимаете, нас это не волнует, поймите это. Вы это просто примете, никуда вы от этого не денетесь. Вы это примете, вы можете быть несогласны, но принять это вам придется. Этот человек, чьим именем в наших городах и селах будут названы парки, скверы, улицы, этот человек внес себя в историю нашего народа, в историю нашей борьбы, как борец за нашу свободу, за нашу независимость, за нашу государственность. И это дорогого стоит. Он отдал свою жизнь на этом пути, он не стал предателем. Да, будучи борцом, он совершал ошибки. И никто не застрахован от того, чтобы совершать ошибки. Все их совершают. Но важно то, как человек прошел этот путь, как он ушел, как он не повернул обратно, как он не стал предателем. Вот это важно. Субтитры создавал DimaTorzok